В 2020 году правительство Российской Федерации запустило для абитуриентов суперсервис поступления ВУЗ-онлайн. Это был пилотный запуск, поэтому разработчики внимательно следили за всеми этапами. 1 апреля 2022 года Миноборнауки и Минцифры доработали сервис поступления ВУЗ-онлайн, действующий на портале Госуслуг. В нем появилась новая функция подачи документов на все программы высшего образования, включая прием на платные места. Поступление ВУЗ-онлайн стало возможным в 2020 году в связи с пандемией. Благодаря порталу Госуслуг эта возможность осталась и в нынешнем году. Как можно подать? Ну, собственно, зарегистрироваться на портале Госуслуг, выбрать сервис, подать документы, выбрать наш ВУЗ и выбрать направление, в которое вы хотите поступить. Процедура относительно других треков несколько упрощенная. Относительно личных кабинетов самого ВУЗа, либо через личную подачу. Потому что сервис Госуслуг, по сути, агрегирует все ваши данные, все данные абитуриента, которые уже есть. Сервис поступления ВУЗ-онлайн включает несколько основных функций. Он предоставляет абитуриентам возможность выбора ВУЗа для поступления и отправки заявления о зачислении. К нему нужно приложить перечень требуемых документов, пересылка которых тоже осуществляется через Госуслуги. При необходимости можно внести изменения в это заявление. Суперсервис также открывает доступ к конкурсным спискам, чтобы абитуриент мог в режиме онлайн отслеживать свое место в них и оценивать свои шансы на поступление в то или иное учебное заведение. Если же ВУЗ устраивает дополнительные вступительные испытания, сервис поступления ВУЗ-онлайн оповестит об этом с указанием даты и места их проведения. В целом в Казанский федеральный университет в прошлом году было принято 156 тысяч заявлений. Эти заявления подали 34 тысячи абитуриентов. Из них более 13 тысяч заявлений было подано через портал Госуслуг. И через этот трек поступления через портал Госуслуг в прошлом году прошло приблизительно около тысячи абитуриентов. При желании документы можно подать напрямую в ВУЗ, на его сайте, по почте или лично. Личная подача возможна в тех регионах России, где это позволяет эпидемиологическая обстановка. Заявления через Госуслуги начнут поступать одновременно с открытием дверей приемной кампании с 20 июня во всех форматах. Виктория Казанская, Евгений Алмазов, Универньюз.